Тема работы муниципальных средств массовой информации обсуждалась на встрече с начальником госслужбы связи, информации и СМИ. Она состоялась сегодня в конференц-зале государственной администрации. Геннадий Чорба озвучил результаты проведенного анализа деятельности газеты «Новое время». Массово-политическое издание выходит трижды в неделю. Собственных материалов в среднем размещается 56%, остальная наполняемость – публикация информации из других источников и объявления. Местной газете, впрочем, как и другим печатным изданиям республики, необходимо продолжать искать пути экономической эффективности работы, сказал Геннадий Чорба. Это и экономические составляющие, это и некие, скажем так, организационно-штатные изменения, которые бы позволили увеличить, как говорят в экономике, выход прибыли на вложенный рубль, скажем так. Это, конечно, для средств массовой информации немножко звучит, скажем так, не столько однозначно, но все равно есть критерии, которые четко определяют эффективность средств массовой информации в том числе. И еще один вопрос встречи. Сокращение штатной численности с 49 до 10 человек ставит под угрозу работу бендерского телевидения. Но это решение правительства. Его надо выполнять, говорилось за круглым столом. Решение собравшиеся видят в объединении местных СМИ, газеты и телевидения и создания единого медиахолдинга. В одной организационной структуре соединяются несколько средств массовой информации разных направленностей. Это может быть телевидение, может быть электронные средства массовой информации, печатные средства массовой информации, которые, исполняя фактически в разных ракурсах одну и ту же функцию, используют административный ресурс, тем самым уменьшая затратную часть на функционирование этого холдинга. Такие случаи воссоединения средств массовой информации в единые холдинги есть, сказал Геннадий Чорба. При этом информационная эффективность лишь возрастает.